Российская армия сильна не только своим современным вооружением, но и военнослужащими. И служить в рядах вооруженных сил – почетная обязанность для молодых людей. Помогает подготовить ребят к армейской службе увлеченность военно-прикладными видами спорта. На базе Славянского электротехнологического техникума прошел открытый турнир по военно-прикладным видам спорта среди юноармейских отрядов Краснодарского края – наследники Победы в память о нашем земляке – герое Советского Союза Иване Гавриловиче Лысанове. 21 команда приняла участие в турнире. Представители юноармейских отрядов и военно-патриотических клубов прибыли сюда из Анапы и Краснодара, Абинского, Калининского, Красноармейского, Курганинского, Славянского и Тимошевского районов. На торжественном открытии соревнований ребят приветствовали почетные гости из ветеранских и патриотических организаций. Воспитанники клуба «Юный десантник» из пятой школы порадовали всех своим показательным выступлением. С каждым годом увеличивается количество участников соревнований. И это радует организаторов. Мы всегда рады видеть не только славянские команды, но и команды соседних районов. А в этом году, вот сейчас Курганинск приехал издалека, две команды привез. Поэтому нам это очень приятно, что территория Краснодарского края, районы, которые к нам приезжают, все время расширяются, расширяются. Команды стреляли из пневматической винтовки, проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали автоматный магазин патронами. Они, конечно, очень старались. Нравится участвовать в соревнованиях, изучать прошлое, историю наших прабабушек и прадедушек. На соревнования мы приехали с позитивным настроением, с отличными эмоциями, готовы побеждать. И даже один из самых сложных видов состязаний – надевание общевойскового защитного комплекта на время – не поставило ребят в тупик. Они делали это быстро и хорошо. Дома, как говорят, и стены помогают. И участники соревнований из Славянского района чувствовали себя уверенно. Мы не первый раз принимаем участие в этих соревнованиях. На протяжении двух недель мы готовились упорно, чтобы выступить достойно на этих соревнованиях. Что касается подготовки, у нас подготовка команды, конкретного состава, идет достаточно продолжительное время. И конкретно непосредственно перед самими соревнованиями мы проводим более усиленные тренировки. Настрой хороший. Отлично. После челночного бега, который вызвал у ребят бурю эмоций, пришло время для комплексной военизированной эстафеты. Она стала самым увлекательным и требующим слаженных командных действий и испытанием. Все участники выложились на 100%. Самое главное – ребята в ходе подготовки и проведения состязаний прошли неплохую школу воинской выучки. Наша задача – работать над тем, чтобы ребят научить азам военного дела. Мы не говорим, что мы должны сделать солдаты из них, но азам мы обязаны научить. Поэтому сегодня и стреляли, и разбирали автомат, магазин снаряжали, общевойсковой защитный комплект надевали. Поэтому все, что нужно для молодого солдата, мы все делаем. После подведения итогов были оглашены результаты турнира. В общекомандном зачете кубок победителя и золотые медали получил юнормейский отряд группы Т-18-1 Славянского электротехнологического техникума. Стремление было к победе. Мы занимались до соревнований. Нам оставалось где-то неделю. Мы собрали команду, мы начали активно соревноваться между собой, так как у нас две команды выступали. Соревновались между собой, отрабатывали каждый вид спорта, на котором будем участвовать. Ну и просто хотели победить. Почетное второе место у казачьего класса школы номер 48 в станице Черноярковской. И замыкают тройку призеров ребята из военно-патриотического клуба «Будущий воин» в станице Петровской. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...